Услан Агабекович, Анжи-2 своим выступлением на недавнем кубке ФНЛ удивил многих. Команда находится во второй половине турнирной таблицы зоны юг 2-го дивизиона и вдруг обыгрывает одного из лидеров ФНЛ Тосно, громит другой клуб Нижегородскую Волгу и на конце серии пенальти побеждает Красноярский Енисей. Вы, наверное, анализировали, в чем причины, безусловно, успешного выступления своей команды на турнире? Ну да, мы провели так удачные игры, неплохой отрезок у нас получился. И специалисты премьер-лиги отметили, что выступили удачно и отметили даже некоторых футболистов. Конечно, приятно это. Повторюсь и вспомню, что мы первый год участвуем во второй лиге. И для большинства футболистов это такой первый урок, наверное, надо играть с взрослыми футболистами. Видно, что ребята прибавляют от игре к игре, от месяца к месяцу, что прибавляют. И они мужают, и есть хорошая перспектива, что некоторые футболисты могут достойно выступить в хороших командах, в том числе и Анжи. Мотивация у наших ребят была выше, чем у тех команд, с кем мы играли. И настрой на игру, конечно, у нас был получше, потому что всей командой соперников, кто с нами встречался, я думаю, изначально нас недооценили. Хотя последняя игра с Енисеем, я думал, что будет посложнее. И как бы настраивались на то, что команда соперников уже, зная нас, зная о том, что говорят вокруг, что команда неплохая. И видно было по их настрою, что они хорошо настроились. Но ребята молодцы, и сама команда в целом сыграла очень хорошую и достойную игру. И даже по игре, хоть мы и сыграли один в один, и по игре могли и обыграть эту команду не только в серии пенальти. А кто-то из ваших подопечных лично для вас стал открытием турнира? Отдельные те ребята, от которых ждешь, в принципе, они прибавили. Ну, и не секрет, что и другая группа футболистов, которых ожидал большего, ну, есть определенный прирост, но не такой, как хотелось бы. Ну, в целом довольны, конечно, этим турниром. Надо стремиться дальше развиваться и не зациклиться на этом турнире и говорить о том, что вот удачно мы сыграли. Ну, был турнир, да, удачно сыграли, но пошли дальше. Игроки Анжи-2 рассказывали, что им интереснее и даже в чем-то легче было действовать против команд ФНЛ, так как те, в отличие от клуба второго дивизиона, и сами играют, и противнику позволяют. Ну, давайте тогда я расскажу по поводу второй лиги, где мы участвуем. И, конечно, условия, в принципе, я об этом всегда говорил, и на послематчах, в пресс-конференциях, особенно на выездных матчах. Потому что условий, созданные для игры в футбол, очень мало. Очень ужасные поля, очень ужасные условия. В первую очередь, поля. Поля ужасные. Во второй лиге мало команд, кто имеет хорошее поле. А здесь поля очень, условия хорошие, поля в хорошем состоянии. И поэтому, я думаю, и другой футбол. То, что мы играли в прошлом году в чемпионате дублирующихся составов, в принципе, это было видно, что, если вы вспомните прошлый год, то мы очень удачно сыграли. И сама игра была другой, чем во второй лиге. Потому что от этих газонов, от этих условий, в которых попадает команда, приходится даже иногда менять саму игру. Потому что при качковатом поле или безобразном поле играть в пас комбинационный футбол очень сложно. Поэтому иногда даже приходится упрощать игру. Опять-таки, возвращаясь ко второй лиге, там все упрощено. Мне кажется, только из-за того, что качество полей плохое. У вас составило сообщение с наставником сборной России Фабио Капелло здесь, в Турции. Какое впечатление осталось о нем? О чем говорили? Капелло здесь собрал всех тренеров команд, которые здесь в Анталии присутствуют. И такой был диалог, имеется в виду, вообще о футболе. Задавали вопросы, и такая беседа проходила где-то около 30-40 минут. И после этого Капелло к нам подошел. Мы стояли с Оленбековым, и он подошел к нам. Он знает, что основная команда хорошо участвует в ФНЛ. И пожелал удачи, чтобы команда выйдет в Премьер-лигу. И спросил, есть ли хорошая молодежь. На что я ответил, что есть молодежь, хорошая молодежь, но им нужно доверять. На это он с таким огромным желанием сказал, да, это правда, так и должно быть. И он много примеров говорил из своей практики, когда он доверял молодым ребятам, и они как бы раскрывались. Главный тренер Анжи Сергей Ташуев посещает практически все домашние матчи Анжи-2. И здесь, в Турции, вы достаточно часто общаетесь. Видно, что с коммуникацией проблем нет. Интересно составить представление о содержании ваших бесед. Даются ли какие-то рекомендации Ташиевым? С самого начала, в принципе, мы встретились, когда он пришел в клуб. И обозначили все позиции, кто где. И вот так получилось, что я занимаюсь второй командой. И с самого начала сложились нормальные рабочие отношения. Я думаю, конечно, контакт присутствует. При каждой, любой возможности, где можно прийти на тренировочные занятия основной команды, в принципе, мы посещаем. И, конечно, большое спасибо ему, что он при любой возможности прийти на наш матч, и он приходит и посещает наши игры. Ну, это приятно, приятно и радостно за ребят, на которых смотрят. И все-таки для них это очень важно. Можете рассказать, как происходит перевод игрока из Анжи-2 в основную команду? Вы кого-то рекомендуете? Или главный тренер отбирает тех или иных футболистов, которых заприметил в ходе просмотренных игр второй команды? Вообще, основная наша задача – это подготовить и показать футболистов. А кто попадет в основную команду на тренировочные занятия или кого возьмут на заметку, конечно, это зависит от тренеров основной команды. По поводу рекомендаций всегда у тренеров совпадает мнение. Критерии отбора у всех одинаковые. Говоришь мнение свое, но все-таки все зависит от тренера основной команды. Он определяет, какие футболисты ему нужны. Многих нынешней зимой впечатлил 18-летний Тамерлан Джамалдинов, в том числе и главного тренера Анжи Сергея Ташива. Он отмечал его по результатам нескольких матчей. Между тем, в составе Анж-2 в первой части сезона Тамерлан нечасто появлялся на поле. Вот с чем это было связано? В прошлом году очень хороший сезон провел за дублевирующий состав. Он почти отыграл процентов 80-90 матчей и очень хорошо смотрелся. Летом команда уже стала Анжи-2, и основная часть футболистов состоит из дублевирующего состава, в том числе и был Тарик. Я уже не помню, где-то числа 24 августа он получил небольшую травму. И пропустил где-то месяца полтора. И пока набирал, и так получилось, что только из-за травмы. Наверное, поэтому вам кажется, что он мало сыграл в игру. Так, конечно, если бы он был в строю и был бы он в хорошем физическом состоянии, конечно, сыграл бы больше. Футболист с хорошими качествами, только их надо лучше развивать. Игры в первой части 2-го дивизиона начинаются 22 марта, то есть это еще три недели. Ожидание, как команда проведет время, оставшиеся до возобновления сезона. Приезжаем в Махачкалу 4-го числа, 5-го, 6-го выходной, и будем готовиться уже к чемпионату до 22-го числа в Махачкале, непосредственно к игре к Таганрогу. Продолжение следует...